Приход Откуда мы пришли? Куда уйдем? Отсели. В исторических хрониках персидских, хевинских, бухарских от далеких веков до недавнего 19-го столетия о туркменах упоминают часто, но повод всегда один – воины, набеги, восстания. КОНЕЦ Сегодня все больше кругом нетерпимости и вражды. А вот Туркменистан – один из немногих уголков земли, где люди живут в покое и мире. Неужели так резко изменился национальный характер народа? Едва ли. Просто миролюбие сегодня и воинственность в прошлом – два проявления одного главного качества туркменов – их беспредельной любви к родине и свободе. Кто только не посягал на землю туркменов. Она бедна водой, зато кровью полита щедро. Стоило ли веками сражаться, защищая такую вот землю? Человеку пришлому она кажется неприютной. А туркмены вслед за великим Махтум-Кули повторяют «О пустыня! Иные ландшафты пред тобой убоги!» Много столетий пасли здесь свои стада предки туркменов. Овцу считали животным святым. Существует поверье – чабану, который семь лет пасет овец и ни разу ни одну не обидит, обязательно явится святой хадыр и исполнит самое заветное желание. Из глубины веков донесли туркмены до наших дней уважения и сострадания к любой живой твари, обитающей на этой, общей для всех земле. Есть легенда. В крепости Аннау, вот здесь, на этом самом месте давно, в пятнадцатом веке, стояло дерево. На нем висел колокол. Однажды ночью святой шейх Джамал-эд-Дин услышал тревожный звон. Поспешил сюда и увидел. Обвился вокруг дерева кто, говорит, дракон, кто змея и сотрясает колокол. Зовет на помощь. Привела шейха змея к своей умирающей подруге. Джамал-эд-Дин спас несчастную. Благодарный змей подарили ему золото, на которое он построил мечеть. Пять веков оставалось оно местом поклонения. Страшного землетрясения 1948 года не пережила. Но святыней осталось. И сегодня приходят сюда, чтобы попросить здоровья и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Старый Авлядя Кули благодарит Аллаха за то, что не спасал ему долгую жизнь и дал силы трудиться. Один своими руками возрождает он сей Джамал-эд-Дин, дом Джамала, чтобы людям было куда прийти за утешением и надеждой. И пытается вернуть жизнь этой оскудевшей земле. Чинар для туркмена священен. Вот этот Чинар самое большое дерево во всей Центральной Азии. Говорят, вырос он на могиле отважной девушки Фирюзы, ее семи братьев, отдавшую жизнь за независимость своего рода. Субитчина туркмена считает грехом. Но и когда придет его срок, когда засохнет, не умрет. Если попадет в руки мастера, мастер подарит дереву новую жизнь, заставит звучать его душу. С незапамятных времен бахши, народные музыканты и сказители, играя на таких вот дутарах, пели и стихи великих поэтов, и дестаны, легенды и сказания о подвигах предков. До недавних пор считали, что люди здесь жили, начиная со второго тысячелетия до нашей эры. Археологи выяснили, что много раньше. Это открытие способно изменить привычный взгляд на историю человечества. Может быть, именно здесь колыбель всех индоевропейских народов. Эти ковровые ножи из погребальной камеры найдены в туркменских горах. Им три с половиной тысячи лет. С тех пор форма ножей не изменилась. Уже когда предки туркменов довели ее до совершенства. И древнее искусство ковроделия туркменские женщины сохранили до нашей идеи. В 13 веке знаменитый путешественник Марка Пола написала «Выделывают тут самые тонкие и красивые в мире ковры». А он ведь объехал многие страны. Ему было с чем сравнивать. У каждого племени свой орнамент. Гель. Своё излюбленное излюбленное вдохновило художников. Они погибли во время землетрясения, как и мечеть. А ковер остался. Ничто не проходит бесследно. От блеска и могущества великих империй древности остались лишь эти руины, прах веков. Древний Мерф в священной книге зороастрийцев о вести его назвали Моуру в клинописях архименидских царей Маргуш. Античные историки звали его Маргианой. Волшебной страной солнца гармонии и красоты. не станет нас Амиру хоть бы что. Исчезнет след Амиру хоть бы что. Амиру хоть бы что. Может быть, именно здесь Амар Хайям написал эти строки. Он долго жил в Мерве среди предков нынешних туркменов. Амиру. Амиру хоть бы что-то. В восьмом веке арабы-кочевники принесли сюда, на земли язычников, новую веру – ислам. Не сразу и нелегко приняли ее местные племена, а когда приняли, фанатиками не стали. Здесь всегда уважали и чужую веру, любую. Зороастризм и буддизм, христианство и мусульманство мирно уживались в этих местах. Сегодня большинство туркменов – сунниты, но никто не препятствует и шиитам по-своему возносить хвалу Аллаху. А это садака, жертвоприношение. По торжественным дням к Дастархану приглашают всех, независимо от вероисповедания или национальности. Таков обычай всех туркменов. Субтитры создавал DimaTorzok Туркмены. Только в X веке это имя стало общим для всех туркменских племен. С объединением пришло процветание. Но жестока судьба. Туркмены приняли на себя один из первых ударов полчищ Чингисхана. Пять миллионов человек жило в Мерме. Осталось пять тысяч. Позор тому, кто оробел. Судьба его обманет ныне. Враг осквернил родной предел. В отважных дух воспрянет ныне. Чем дань врагу платить сполна, пусть каждый саблю скинет ныне. Сиид Назар Сииди был рожден певцом любви. Стал воином. И не только поэтому. Женщинам тоже пришлось брать в руки оружие. Говорят восточные женщины, безропотные, покорные, пугливые. Может быть, это и правда. Но только не о туркменках. В этом танце женщин маленького древнего племени Эске характер туркменок. А украшения? Как похожи они на успехи воинов. По преданию, именно здесь, на земле Туркменистана, жили когда-то отважные амазонки. Не о них ли напоминают эти шлемы девушек из племени Теке? А решительность? Смелость туркменок? Не от нее ли парфянской царевны Родогуны, жившей на этой земле больше двух тысячелетий назад? Там, в глубине веков, истоки и мастерства, и идеалов красоты. К ювелирам здесь всегда относились почты. Ведь их искусство сродни поэзии. Клыч Мурат Атаев, поэт серебра и камня. Серебряных дел мастером был и великий поэт Махтум Кулифраги. Пока на свете существует хоть одна женщина, ни один ювелир не останется без работы. Этой поговорки много сотен лет. Похоже, ей не суждено устареть. Древние традиции в искусстве, в одежде, в обрядах, в отношениях между людьми остаются основой жизни туркменов. Из глубины столетий дошел до наших дней закон «Старшего почитай, младшего опекай». Старшего почитай. Во все времена именно старшие, мудрейшие, советливые шули принимали решения, от которых зависела судьба семьи, рода, всего племени. Этот обычай жив и сегодня. Туркмены считают счастливой только ту семью, которой много детей. Жить для себя, да стоит ли? Трудится здесь ради детей. Это Джинет, героиня сегодняшнего праздника. Почти все семейные торжества у туркменов связаны с каким-то этапом жизни ребенка. Вот и сейчас в этом доме готовится к сачтуи, дню первого пострижения головы. Субтитры подограды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торжества Субтитры создавал DimaTorzok А вот и она, Дженетта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ему в подарок халат А он с этого дня должен опекать девочку не меньше, чем отец Это тоже обычай Первый вклад в будущее преданное Завет у предков заботится о детях своих и чужих, а будущем туркмены следуют свято Вовлечь бы в тайны заговор любовь Обнять весь мир, поднять к тебе любовь По высоту павший мир разбился, чтобы из обломков лучшим стал он вновь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...